здравствуйте мои дорогие зрители подписчики решила показать вам свои цветочки а то продам и не покажу такую красоту вот так они выросли росли росли сами выросли но что-то я немножечко формировала все-таки когда у цветка заложены генетически что он должен вырасти вот таким красивым большим он таким и вырастет посмотрите огромный по моему очень красивый это сурфиния вот это белая сурфиния но скорее всего что это сурфиния потому что просто питуньи такие наверное не вырастают большие тоже обыкновенный 5 литровый горшок обыкновенный грунт и вот так выросло все красиво когда особенно поставить вот на такую подставочку будет очень красиво вот это трехцветные у меня это уже из моих черенков которые я сама сделала потому что те большие я уже продала вот трехцветные видите как цвета вот этот фиолетовый мне так нравится и он почему-то всегда внизу он видимо так вот у него такая сила роста что он немножко стелится сразу свисает а вот эти огоньки как они называют огоньки эти наверх и белые но красиво смотрится некоторые горшки получились просто два цвета вот этот фиолетовый был самым видимо нежным потому что он не в каждом горшке а белый вот эти вот огоньки они всюду вот такие еще цветы у меня есть тоже они росли росли выросли большущие я их еще не возила сегодня первый раз повезла и продала сразу три брала и продала их вот такие они у меня еще там очень много торговля идет плохо я вам говорила так она и продолжает идти плохо я даже не могу понять причину или переизбыток цветов но есть конечно есть цветы на рынке или просто такая погода что еще не берут или уже люди взяли эти всякие черенки и вырастили сами не знаю причины но цена упала в это как цена упала я сама ее снизила немножко еще на еврик пониже чтобы только брали но тогда немножко стали как бы больше интересоваться сегодня субботний день завтра у нас строится но казалось бы что-то украсить какое-то жилье где-то возле костра возле мангала поставить такой букет и хотелось бы купить кому-то но нет ветер дождь но в общем то не знаю или еще покупателям рано или уже поздно ну что-то одно из двух сейчас вынесла во всей красе думаю покажу вам и сразу ветер пошел подул наверное этот оставлю себе хотя я не очень люблю ухаживать за такими большими цветами я на балкон даже еще свои не вы не выставила тоже потому что погода плохая жалко они стоят меня в теплице наверное нужно их вынести немножко чтобы они закалились а потом уже балкон там тоже ветер ну короче вот такие у меня дела с цветами еще вот такая красота у меня есть очень такой цветок похож на оригами не как называется но красивый тоже цветок калиброшки вот здесь целый ряд растет ну раз тут так медленно просто неправильно я их выращиваю мне кажется я в конце концов научилась выращивать цветы и уже думаю не буду больше но если я научилась возможно еще попробую просто не не потому что в этом году так все хорошо получилось но я уже знаю что нужно вот такая калиброшечка но это считается у нас маленький еще цветок это не годится на продажу и эти конечно же калиброшки вот эти розочки тоже еще рано даже не вожу ну вот так их выращиваю в полусухом состоянии смотрю если уже начинают чуть-чуть и листочки опускаться только тогда поливаю вербена вербена тоже интересуется но хотят еще дешевле немножко сегодня очень хороший покупательница спустила немножко она взяла две вербенки вот посмотрите это у меня для балкона растет моя виста сильвер но знаете я смотрела в интернете что очень многие жаловались берут плохо висту но меня разобрали они такие огромные выросли но я как-то не успела даже снять розовые немножко меньше у них сила роста а белые просто бушуют вот так это одна у меня там один росточек был один черенок я посадила в ящике вот так они растут мне уже хочется на балкон его сегодня первый день немножко получше погода еще такой белый большой красивый черный кстати три штучки продала вот остался один четвертый но немножко пусть расцветет еще вот этот цветочек вам покажу он такой простой совсем но так аккуратненько растет приятный такой нежный и покупают их а здесь видите еще творится что очень много когда погружу в машину вроде бы пусто потом привожу назад 20 продаю примерно сегодня продала 13 только ну что это за торговля это же совсем не торговля давно такое в общем то сколько я выращивать цветы первый год у меня было немножко так неудачно потому что я выращивала только оперу и всем нужно было вот такие какие-то как я называю культурные цветы вегетативку с черенка но потом у меня не было такого промаха как в этом году ну ничего не поделаешь вот так тоже бывает вот тоже вербена эти большие но вот эти скорее всего разойдутся цветочки вот эти тоже я сделаю их черенки и поэтому мне не жалко так вы знаете вот этот например черенок стоит их три в одном стоит евро 75 потом стоит горшок тоже но у меня правда дешевые в этом году я купила но они сейчас подорожали горшок стоит стоит значит грунт ну и что и что там остается ничего вот так ну что делать вот что делать такое такое у нас в этом году год а может быть только у меня я не могу за все говорить может я такая неумеха продавать не могу наконец-то посадила пеларгонию белую балкон аляска называется вот такой огромный горшок хороший торф положила не пожалела хочу чтоб у меня вырос просто шар огромный но надо было раньше это сделать ну вот так все затягивается здесь красная пеларгония но тоже хочу чтобы это был огромный хороший куст вот таком огромном ящике посадила куда поставлю как поставлю я еще не придумала но что-то буду делать вот сегодня показала вам свои цветочки и скажу пару слов о вчерашнем видео автомобильная прогулка по нашим поселку обижаются люди что я ничего не комментировала и не поставила музыку но знаете музыка это прям вот не мой формат я сама я слушаю классику сейчас же все доступно вот сейчас например у меня на этой неделе боню м слушаю конец семидесятых но мне так нравится а когда начинаю слушать вот эту музыку который предлагает бесплатно youtube чтобы поставить видео но просто у меня мне не нравится я не хочу и думаю ну кому то сильно сильно нравится музыка пускай слушают сами а я не буду и комментировать я тоже не могла потому что мы ехали с водителем я сама не вожу машину это знаете как в анекдоте машину купил а ездить не купил вот это мой случай я не вожу сама машину поэтому у меня всегда какой-то водитель я не могла перед ним вот как-то все это вам рассказывать ну вот бывает знаете вот нет такого вдохновения и потом вот подумайте сами я еду по частному по поселку по своему в котором я живу там частные дома что я могу там комментировать я даже не могу представить что это могу прокомментировать дома хорошие ухоженные бывают не очень такие богатые бывают простенькие но это же все было сплошь вы просили показать сплошную улицу не не так как я показывала выборочные дома сказали что выборочные дома покажите все сплошь и там будет не так хорошо но поселок у нас неплохой хотя не элитный как вы придумали сказать некоторые люди это не элитные тоже он устоявшийся это такой поселок не молодой так скажем не новый вот так скажу и даже не районного значения он раньше был ну вот так элитные такие есть я приезжаю мимо одного поселка но там конечно ближе к риге там уже побогаче но мне не интересно было показывать прямо богатые дома этих богатых домов мне кажется теперь хватает всюду а я хотела показать вот именно зеленое насаждение что вы увидели спасибо прокомментировали и мне хотелось показать поселок и вот в мае вот во всем цвет цвету цветет значит черемуха яблони груши вишни все в одно время это же редко бывает обычно все это постепенно и уже набирает цвет сирени даже уже расцветает и каштаны начали свести вот я хотела именно в этом цвету все показать но шли дожди ветра потом еще и водитель тоже не может и мы выбрали такой момент я после рынка он перед работой вот этот момент быстро-быстро проехали что могла то показала не сердитесь когда-нибудь я сделаю другое видео и на этом я буду с вами прощаться до свидания